МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Елена Кузовкина. И в ближайшие 20 минут о некоторых событиях дня. Смотрите в этом эфире. Когда ждать ремонта на красной линии Барнаула? Пожалуй, действительно, сейчас единственный способ решить проблему просто объехать проспект стороной. Или почему центральный проспект города сложно назвать визитной карточкой? Дорога в большой спорт может стать бездорожьем. Нам надо работать с предметами, а мы не можем работать, потому что потолки очень низкие. Юные гимнастки Новоалтайска боятся прыгнуть выше головы. Совет да любовь. В Барнауле чествовали семейные пары, которые вместе уже более 50 лет. Терпение. Мужчины у нас такие, что они. Начнем наш сегодняшний выпуск с центрального проспекта Барнаула. Вернее, с его состояния. По мнению автомобилистов, Ленинскому срочно нужен ремонт. По особо проблемным участкам прокатилась наша съемочная группа. Самый центр города – Ленинский проспект. Автомобили лавируют, только чаще это не смена полос в целях обгона. А попытка увернуться от ям. Ленинский проспект – не самое проблемное место в городе, но движение здесь плотное, тем более он центральный. Мы решили спросить у водителей, устраивает ли их состояние дорожного покрытия. Два участка дороги, вот именно возле Меда почему-то, и получается, от площади Октября едешь до моста, там вообще не очень. Как-то так. А проблем у вас с машиной никогда не было именно из-за этих мест? Потому что движение вроде очень активное. Стойки убитые, понятное дело. Благодаря нашим дорогам скоро менять будем. Я считаю, что если это Ленинский проспект, центральный проспект города, он весь должен быть идеален. Сказать, что лицо города, конечно, наверное, чересчур, но тем не менее. Ездят по нему очень многие люди, и чиновники, и все-все-все. И думаю, не очень приятно ездить по ямам, и выбоинам, и люкам, в частности, которые, бывает, торчат. А Ленинский, я не знаю, почему до такой степени довели, даже без понятия. А у вас с машиной никаких проблем, вот именно из-за Ленинского проспекта не возникало? Ну, я стараюсь по нему не ездить вообще-то. А, то есть даже так? Да, чисто вот по... ну невозможно ехать вообще. Пожалуй, действительно, сейчас единственный способ решить проблему – просто объехать проспект стороной. Но вот сейчас сухо, и любая кочка практически как на ладони. А в дождь лицо города особенно любит обмануть водителей, потому что любая лужа скрывает яму. Лужи – беда не только для разбитых дорог, но и для нового асфальта. Помимо гарантийных обязательств, которые несет подрядчик по ремонту дорог, необходимо, чтобы было еще додолженное количество ливневых канализаций. Если таковое количество будет, то тогда вода не будет скапливаться на асфальте, и она не будет разрушать асфальт в более ускоренном порядке. На городском портале в списке дорог, подлежащих ремонту, в 2019 году стоит и Ленинский проспект. По плану работы будут везти от северо-западной до речного вокзала. Торги, на которых выберут подрядчика, пройдут 13 мая. Начальная сумма – 190 миллионов рублей. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. Так что автомобилистам придется сначала подождать, а потом потерпеть. Ведь во время проведения ремонта на Ленина наверняка будет затруднено движение. Кстати, уже завтра участок проспекта перекроют от строителей до улицы Гоголя, но не для ремонта, а для спортивной эстафеты на призы газеты «Алтайская правда». Это станет частью праздничных мероприятий. Впереди 5 выходных дней. Очень насыщенным станет 1 мая. Впервые в краевой столице состоится монстрация. Это шествие с забавными и даже абсурдными лозунгами. Акция помимо Барнаула пройдет в 30 городах. В краевой столице она стартует в полдень. Колонна будет двигаться по нечетной стороне улицы Малахова от Антона Петрова до остановки «Универсам» и обратно. Участие может принять любой желающий. 1 мая выйдут на акцию по традиции профсоюза. Шествие стартует от Дома Союзов в 9 утра. Митинг на площади Сахарова пройдет в 10 часов. Опять же, по традиции, в Барнауле 1 мая начинается парковый сезон. В Дельвейсе, например, 4 числа пройдет Всероссийский фестиваль «Красок». Очень яркое событие. Начало в 17.00, а в 9 вечера здесь же состоится фестиваль воздушных шаров. В день солнца 3 мая на территории Барнаульского планетария, правда, если позволит погода, можно будет понаблюдать в телескоп за главной звездой солнца. 5 мая интересно и душевно будет на главной площади поселка Южный. В 12.00 здесь начнется благотворительная акция «Добрый пес». Есть возможность не только пообщаться с собаками, но и сфотографироваться с животными. Это лишь часть мероприятий на ближайшие выходные. Ну а если вы собираетесь на природу, будьте предельно внимательны. Не забывайте, что в крае продолжается пожароопасный сезон. А вот гимнасткам из Новоалтайска не до отдыха. Сейчас они активно готовятся к региональным соревнованиям, которые состоятся уже 3 мая в Барнауле. Но тренироваться юные спортсмены вынуждены в неподходящих для этого условиях. С подробностями моя коллега Дарья Эйдемиллер. Эти прыжки – часть программы спортсменов Екатерины Шестаковой. Сейчас они готовятся к соревнованиям. 3 мая поедут в Барнаул, надеются получить свои первые награды. Уровня их подготовки пока достаточно, но со временем гимнасткам будет все сложнее составлять конкуренцию. И главная причина – зал для тренировок. Здесь нужны потолки, а их нет. То есть высота потолков более 5 метров. Третье – нежелательно вот такие вот балки, потому как площадка должна быть общая 14 на 14 для девочек художественной гимнастики. И пол, покрытие нужно тоже, чтобы было деревянное. Сейчас три группы гимнасток занимаются в этом зале. Это коммерческое помещение. За его аренду просят 100 тысяч в месяц. Занятия тут проходят каждый день. Клуб работает в убыток. Для профессионального спорта помещение не предназначено. Низкие потолки, кафель на полу и колонны. Такие условия еще как-то подходят для занятий с малышами, но старшим девочкам здесь уже тесно. Для наших детей, вот 11 лет, конечно, не хватает. Нам надо работать с предметами, а мы не можем работать, потому что потолки очень низкие. Занимаемся только без предмета пока что. Конечно, хочется, чтобы нам что-то выделил город. Хотя бы спортзал в школе. Кстати, к администрации Новоалтайска руководитель коллектива обращалась уже не раз. Место для тренировок она ищет с 2015 года. В мэрии города Спутника нам ответили, что письма видели и с тренером свяжутся. Но пока... Тяни носочки. Выпрямляй. Наверх. Выпрямляй сюда. Семь. Восемь. И в окошко. Раз. Два. Клуб открылся месяц назад. Еще месяца нет. И за этот месяц довольно-таки уже много они научились чему. Екатерина Викторовна, она как тренер вообще, ну, профессионал своего дела. Екатерина Шестакова – мастер спорта по художественной гимнастике Республики Казахстан. Она тренировала спортсменок в Якутске. Многие из них добились успеха. Нынешние родители и воспитанниц тоже настроены серьезно. Для многих грядущие соревнования по гимнастике – дорога в профессиональный спорт. И если не вмешаются ответственные взрослые, для детей эта дорога может стать бездорожьем. Дарина Миллер, Николай Шилко. День с толком. Продолжаем выпуск. Цифровой подход в лечении рака женской половой системы активно внедряют алтайские врачи. Эту технологию применяют вместе с 3D-планированием. Кому подходит такой метод лечения, расскажет Анастасия Дороган. Да там никаких ощущений нет. Светит и светит. И это отзыв на лучевую терапию, когда раковые клетки убивают радиацией. Вот только Надежда Фролова ее теперь не боится. Ни домогания нет ни во время процедуры, ни после, что вообще уникально. С диагнозом рак матки она одной из первых в крае испытала на себе оптимизированную терапию. Это называется брахитерапия – контактная лучевая терапия, когда радиоактивный элемент, который должен убивать рак, находится не снаружи, а внутри тела женщины, непосредственно в полости органа, поблизости от опухоли. Вводим железные трубочки, подбираем индивидуальный под нее аппликатор. Дальше под давлением вводится кобальт. Наш аппарат работает на кобальте, это радиоактивный элемент. Под давлением он вводится и выдает нужную, заданную нам дозу. Но особенность процедуры в другом. После томографии данные об опухоли попадают в компьютер. Так рисуется точный образ пораженного органа для специальной программы, которая и будет управлять подачей радиации. Когда врач оконтуривает мишень и здоровые органы, тем самым он передает КТ-изображение в цифровой формат, для того, чтобы машина поняла, где и что находится. И после этого машина может спокойно сконфигурировать 3D-изображение. В красные точки и направят радиацию. Ее интенсивность определит тоже программа. Она учтет и размер опухоли, и уже накопленную дозу лучей. За счет точечного подхода вред для организма минимальный. Опухоль получает наибольший процент лечения, чтобы мы не дали опухоли развиваться дальше. Но при том соседние органы получили наименьший процент повреждающий. Лучевую терапию с 3D-планированием на Алтае применяют с начала года. Злокачественную опухоль половой системы выбрали не случайно. Это самая распространенная среди женщин онкология. Технологию опробовали уже на 30 пациентках. И лучевых осложнений после терапии ни у кого нет. В будущем метод планируют внедрить в онкодиспансерах и использовать для других видов рака в полости органов. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком. Героиня нашего следующего сюжета уже улыбается, радуется о жизни и учится заново писать. У нее был так называемый синдром выхода из грудной клетки. Это когда у человека появляется добавочное шейное ребро. Это довольно редкая аномалия, а значит, каждая подобная операция сложная. Ее провели барнаульские врачи и их успешно. Вот шейное ребро, видите, вот оно. Вот слева оно такое длинное. Хирург на ребрах объясняет, что значит синдром выхода из грудной клетки. На снимках это миллиметры добавочной длины, которые за несколько месяцев едва не сделали 14-летнюю девочку инвалида. Тогда у меня уже не работала левая рука. Отчасти не работала правая рука. То есть я могла двигать, я могла что-то делать, но я не могла писать, потому что это было больно. Выявили это только в феврале. Абсолютно случайно. Да, сделали снимок, чтобы все-таки определить, от чего у нас головные боли. Врачи поясняют, что поставить верный диагноз было непросто. Головные боли у подростков не редкость, а добавочное шейное ребро наоборот редкость. За 20 лет хирург Арсен Осипов встречал единицы пациентов с подобной патологией. Но этот случай еще более уникальный. Мы впервые оперировали слева. Потому что раньше таких больных мы предпринимали, наверное, человек всего 6. Все были девочки, но все были справа. Справа легче, потому что справа нет грудного лимфатического протока. А слева, как раз там рядышком выпадает довольно мощный сосуд, повышение которого может привести к фатальному исходу. Дело в том, что операционное поле при таком вмешательстве около 2 сантиметров. И подобным манипуляциям врачи учатся лишь на собственном опыте, из-за недостатка практики. По словам Осипова, все операции были сложными, но, к счастью, без осложнений. А вот так можно делать? Нет, вот так. Нет. Можешь. Так пока не совсем слушается. И будет работать. Ульяна скоро начнет усиленные тренировки, ведь нужно снова научиться писать. А к лету обещает встать на ролики. Дарья Демиллер, Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. А они обещают встать в строй, если того потребует Родина. Собрать и разобрать автомат Калашникова, быстро надеть костюм химзащиты и противогаз. В Алтайском техническом университете прошел первый чемпионат по общевой военной подготовке. Подробнее Илья Кочетков. До чего техника дошла, говорят участники соревнований. Совсем недавно, говоря стрелковый тир, предполагали помещение, где грохочут выстрелы и пахнет порохом. Сегодня летящие пули заменяют невидимый лазерный луч. Военная кафедра политеха старейшая. На Алтае, кстати, ровесница самой победы. Приступи. На этом этаже участники, преподаватели, сотрудники кафедр вуза, всего 10 команд. Соревнуются, кто быстрее и правильнее разберет и соберет автомат Калашникова. Сразу видно, кто служил в армии. Патроны заклинивают, если где-то в боевых действиях, то приходится разбираться. Для смазки также оружие нужно. Для чего на время надо у военных спросить. А так, в принципе, надо знать, как устроен автомат, если с ним обращаться. А здесь лучшим стал лаборант Дмитрий Никонов. Оделся в костюм химзащиты, как нам пояснили, даже быстрее, чем на отлично. Служил в армии. Мало ли что может случиться. Тем более, политическая обстановка у нас обостренная. И все может пригодиться. Все надо уметь, все надо знать. По итогам всех состязаний лучшей оказалась команда факультета специальных технологий. Политехи поделились планами, что в следующем году, в год 75-летия Победы, здесь устроят городской или даже краевой чемпионат. Рассчитывают, что к ним присоединятся и военно-учебные центры других вузов. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. Опять алтайских корреспондентов встали в один ряд с огнеборцами. Это участники конкурса «Журналист меняет профессию». В минувшие выходные они сдавали экзамен. Вначале журналисты прослушали подробную лекцию о лесных пожарах, а затем надели костюмы и тушили настоящий пожар. Предлагаем вам самим посмотреть, как это было, а что называется, без комментариев. То есть вы считаете, я их уже надела? По ощущениям, как что не очень. Если давать большие обороты, он работает от коробки передач. Защитный костюм. Да, он, конечно, не совсем может быть удобный, но зато он не горит. Защитная каска, потому что во время горения, особенно в сильный ветер, сверху может прилететь хоть сучки, хоть головешки, хоть что. Из инвентаря это ранцевый лесной опрыскиватель. Теперь я хотя бы знаю, как правильно тушить пожары и почему их не тушат в каких-то там случаях. Ну вот костюмчик, конечно, тяжелый. Здесь пока нам видно романтику, подозревая, что в горящем лесу романтики поубавятся совершенно. И неповоротливость, и вот невозможность нормальной мобильности, она только добавит напряжение к этой профессии. Сегодня сбылась мечта детства, прокатиться в машине и потушить пожар. Но лесным пожарным быть точно не хочу. Люди на самом деле рискуют жизнью ежедневно, причем ликвидируя порой просто банальную человеческую беспечность. В ближайшее время остальные участники конкурса «Журналист меняет профессию» тоже будут сдавать экзамены. А эти люди все испытания прошли и сохранили свою любовь на долгие годы. Сегодня в ЗАГСе Центрального района чествовали семьи, которые вместе более 50 лет. Семен Борисенко всю жизнь пользуется популярностью у женщин, обаятельной и с баяном. В свое время не смогла устоять и Надежда Федоровна, его жена. Пара познакомилась на свадьбе общих друзей. Уже через месяц расписались. Супруге 60 лет в браке. Это абсолютный рекорд в летописи ЗАГСа Центрального района Барнаула. Семья поделилась с нами формулой счастья. Терпение. Мужчины у нас такие, что они. А вот надо женщинам быть покладистыми. И ну раз, если разжигается пожар, его не разжигать дальше, а вот, чтобы это... Тушить. Тушить, по-русски говоря. Ваша дама сегодня самая какая? Самая. Самая самая. А вот Николай Брюханчиков встретил свою будущую жену Евдокию на танцах. В этот же вечер смелый парень сделал предложение. С тех пор прошло 56 счастливых лет. Сегодня марш Мандельсона прозвучал и для семей Федоровых, как 54 года назад. Кто-то из них пережил военное детство, колесил по городам, с утра до ночи работал на заводе. И несмотря на жизненные трудности, семьям Борисенко, Брюханчиковых и Федоровых удалось даже спустя полвека сохранить свою любовь. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Любовь и страсть. Основные составляющие яркого бального танца. Уже завтра состоится юбилейный десятый по счету солнечный бал. Конкурс пройдет в Крэйвом театре драмы. Съедутся танцоры из Сибирского федерального округа Казахстана. Не менее двух тысяч человек. Будет несколько возрастных номинаций от пяти до пятидесяти лет. Танцоры представят шоу на основе бальной хореографии, студенческие и любительские ансамбли. А также выступят ребята с ограниченными возможностями здоровья. А сейчас информация из мира спорта. Игроки хоккейного клуба «Динамо Алтая» триумфально пробились в финал Всероссийского первенства. Там им предстоит встретиться с оппонентами из Челябинска. До этого барнаульцы буквально размазали по льду соперников из Санкт-Петербурга за счетом 10-2 и оказались сильнее в полуфинале, который получился сибирским. Играли против Новокузнецка. Долгое время на табло горели нули, команды обменивались опасными атаками. Лишь в третьем периоде динамовцам Никите Денисову и Максиму Машошину удалось распечатать рамку Столиваров. В другом полуфинале челябинцы без особого труда, буквально на одном коньке, обыграли темиязевских зубров из Москвы. Счет выглядит просто неприличным. 11-0. В результате представители Новокузнецка и столицы России поборются за бронзу, барнаульцы за золото. Кирилл Политов. День с толком. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании Валара. У меня на этом все новости. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин